Второе послание Коринфянам Святого апостола Павла Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Вместите нас, мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так, что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа От Марка Святое Благовествование Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Яковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. И обе сонмище исходящее, придоши в дом Симонов и Андреуса, Иаковом и Иоанном, тещи же Симонова лежаше огнем же гома, и обе глаголуши ему о ней, и приступ возвижию, ем за руку и я, и оставию огонь аби и служаше им. Возде же бывшу, ягда загаждаше солнце, приношаху к нему вся недужная и бесная, и бей весь град собрался к дверям, и исцели многих зле, страдающих различными недугие, и бесы многие изгна, и не оставляши глагол эти бесы, яку ведиху Его Христа суща. И утро, нощи сущи зело, восстав из Иди, и иди в пусто место, и ту молитву деяше. Как же неразумно, даже святотатственно, присваивать какие-нибудь добрые дела своим усилиям, а не благодати и содействию Божию, когда Господне изречение свидетельствует, что без Его содействия никто не может приносить духовных плодов? Веруем потому, что как начало благого расположения полагается в нас особым внушением Божьим, так равно совершение добродетелей подается им же, наше же дело с большей или меньшей готовностью покоряться внушению Божию и принимать Его помощь. Мы заслуживаем награду или достойное наказание, судя по тому, нерадим ли или с благоговейной покорностью заботимся соображаться с распоряжениями и промышлением Божиим, простертым на нас благостынным благоволением Его. Это ясно выразилось в исцелении иерихонских слепых. Что Господь проходил мимо их, это есть благодать божественного промышления и снисхождения. Но что они воззвали помилыйный Господи сыне Давидов, это дело и их веры и упования. Самое же прозрение опять от милосердия Божия. Земледелец, хотя много трудится над возделыванием земли, но не может ожидать обильного плода, если на обработанную землю не падет благовременный дождь и не будет благоприятной погоды. Итак, как ленивым земледельцам, которые не стараются обрабатывать свою землю, Бог не дает плода, так и трудолюбивым не принесет пользы повсечастная забота, если не по благопоспешит им милосердие Божие. Так и в деле жизни по Богу и свои труды нужны, но если благодать Божия не по благопоспешит, ни в чем не успеем. Исповедуй же, что Бог есть начальный виновник не только дел, но и помышлений благих. Он внушает нам и свою волю святую, и дает силу, и удобный случай, исполнить то, чего правильно желаем. Ибо всякое даяние благо, и всяк дар совершен свыше есть, сходя и от Отца Светов. Воля Божия всегда желает, чтобы созданный им человек не погиб, но вовеки жил. Бог, если заметит в нашем сердце хоть искру расположения к добру, по благосердию своему, не даст ею гаснуть. Но желая, чтобы все спаслись и в разум истины пришли, всячески способствует к тому, чтобы она обратилась в пламя. Благодать Божия близка ко всем. Она всех без изъятия призывает ко спасению, и к тому, чтобы все пришли в познание истины, ибо говорит, придите ко мне все труждающиеся и обременение, и аз упокою вы. Уму человеческому непонятно, как это спасение принадлежит и нашему произволению, ибо говорится, аще хощите, послушайте меня, благая земли снести, и вместе оно есть дело не хотящего, не текущего, но милующего Бога. Как это Бог имеет воздать каждому по делам его, и вместе Он же есть и ежихотети, и ежедеяти о благоволении. Почему это нам повелевается сотворить себе сердце ново и дух нов, и вместе говорится, и дам вам сердце ново, и дух нов дам вам. Нетрудно будет решить сие сомнения, если мы будем помнить, что в деле спасения нашего участвует и благодать Божия, и свободное произволение наше, и что человек, хотя может иногда желать добродетели, но чтобы исполнить желание сие, всегда нуждается в помощи Божией. Подобно как для больного, недостаточно одного желания быть здоровым, но нужно, чтобы податель жизни Бог дал силы к восстановлению здоровья, чтобы совершенно увериться в том, что и от природной способности, данной милосердным Творцом, возникающее доброе желание можно исполнить только при помощи Божией, для того довольно вспомнить слова апостола «Еже хоть эти прилежит ми, а еже соде эти добрые не обретаю». Многие спрашивают, когда в нас действует благодать, тогда ли, когда обнаруживается в нас доброе желание, или доброе желание тогда в нас обнаруживается, когда посетит нас благодать Божия. Опыт и то, и другое оправдывает. Савл и Матфей и Мытарь не сами возжелали, но пожелали по призванию. Закфей и разбойник на кресте своим желанием предварили дело благодати. Так и положить надлежит, когда Бог видит, что мы хотим склониться к добру, то Он направляет и укрепляет нашу готовность. Но если мы не хотим добра или охладели к Нему, то Он делает нам спасительное внушение, через кое доброе расположение образуется или возобновляется. Не должно думать, что природа человеческая способна к одному только злу. Творец все его в души наши семена всех добродетелей, но для возрастания их нужны содействия со стороны Бога. Так, однако, что в человеке всегда пребывает свободное произволение принимать или не принимать сие благодатные воздействия. Если бы совсем не зависело от нас устроение нашего спасения, то апостол не сказал бы со страхом и трепетом свое спасение судевайте. Но если бы все зависело от нас одних, то он не присовокупил бы, Бог боясь действуя в вас и ежехотете и ежедеете о благоволении. Благодать Божия и предваряет нас, ибо пророк говорит, Бог мой, милость его предварит мя, и последует за нашей волею, почему и говорится, и утром молитва моя предварит тя. Благодать Божия всегда направляет волю нашу в добрую сторону, так, однако, что и от нас требует или ожидает соответственных усилий. Чтобы не дать даров своих беспечным, она выискивает случаи, которыми пробуждает нас от холодной беспечности, чтобы щедрое сообщение даров ее не казалось беспричинным, сообщает их после нашего возжелания и труда. При всем том, однако, благодать всегда дается даром, потому что за малые наши усилия воздает с безмерной щедростью. Посему, сколько бы ни были велики труды человеческие, все они не могут сделать благодать не ту недоемую. Апостол Языков, хотя говорил, что он потрудился паче всех апостолов, впрочем, присовокупляет, что труды эти не ему принадлежат, а благодати Божией, которая с ним. Таким образом, словом потрудихся, он выражает усилия своей воли. Словами «не ас, но благодать Божия» – божественное содействие, а словом «со мною» показывает то, что благодать содействовала ему не в праздности и в беспечности пребывающему, а тогда, как он трудился. Бог многоразличными и непостижимыми способами устрояет спасение наше. В желающих и ищущих спасения он усиливает желания, а в не имеющих желания возбуждает он и, помогает исполнению спасительных желаний наших и вдыхает святые желания или утверждает их. Почему в молитвах своих мы именуем его и покровителем, и спасителем, и помощником? Он подобно нежнейшему отцу и сострадательному врачу во всех нас все производит. У иных он производит начало спасения и воспламеняет усердие к нему, у других приводит к концу дела и добродетели к совершенству, иных удерживает от близкого падения, а другим подает случаи и удобства ко спасению. Иным, хотящим и текущим вспомоществует других нехотящих и противящихся, привлекает и склоняет к доброму расположению, всюду производит все, разбуждая, содействуя и утверждая, но без нарушения данной им же свободы. помилуй мя Боже, по велиции и милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, не пачу мимя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною есть вынок, тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якуда оправдившись во слове всех Твоих и победиш и вник досудить идти, себо в беззакониях зачат есмь и во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил еси безвестная и тайная премудрости Твоей я явил ми еси окропиши мя и сопом и очищуся умы и шимя и пача снега убелюся слуху моему дась радость и веселье возрадуются кости смиренные я отвратили твой от грех моих и вся беззакония моя очисти сердце чисто созиж дего мне Божий дух прав обнови его утробе моей не отвержи меня от лица твоего и духа твоего святого не отыми от меня воздашь дьми радость спасения твоего и духом младычным утверди научу беззаконные путем твоим и нечестивее к тебе обратяться избавим от крови Боже Боже спасения моего возрадуется язык моей правде твоей господи уст немое отверзиши и уста мои возвестят хвалу твою яко аще бы восхотел если жертвы дал бы хубо все сожжения неблаговолиши жертва богу дух сокрушен сердце сокрушен и смирен но бог не уничижит ублажи господи благоволением твоим сиона и до созиждутся стены иерусалимские тогда благоволиши жертва правды возношение все сожигаемая тогда возложат на алтарь твой тельцы живые в помощи вышняков крови бога небес снегово дворица кричит господи везаступник мой еси прибежище мое бог мой и уповаю на него яко то избавят тебя от святи ловчи и от слави семя твяжно плечма своему осенит тебя и под крыльей его надеяшися оружием обыдет тебя истинно его не убоившись от страха ночного от стрелы летящие во дни от вещи во тьме приходящие от срящие и бесополуден ногу подет от страны твоя ты свящает молодец ною тебе к тебе же не приближится обачи от чьима твоим осмотришь и воздаяние грешников узришь яко ты господи упованием мое вышнего положилось и прибежище твоим не придет к тебе зло и рано не приближится телеси твоему яко ангелам своим заповести тебе сохраните тебя во всех путях твоих на руках возму тя да никогда преткни шоками ногу твою на спиды василиска наступишь и поперешь и льва и змия яко наме упова и избавлю и покры и яко позна имя мое воззовет ко мне и услышу его с ним есть скорби изму его и прославлю его долго тою дни исполню его явлю ему спасение мое помилуй мя боже помилуй мя яко на теп пова душа моя и на сень крилу твоею надеюсь адон ниже придет беззаконие воззову к Богу вышнему Богу благодей шему мне посла с небес и спас мя посла Бог милость свою истину свою избави душу мою от среды скиннов поспах с мужчин сынови человечести зубы их оружие и стрелы язык их меч остр вознеси си на небеса Боже и по всей земле слава Твоя сеть уготоваша ногам моим и сляко ша душу мою ископаша предлеценно им яму и в подош овню готово сердце мое Боже готово сердце мое воспою и пою во славе моей восстань слава моя восстань псалтирь и гусли восстану рану исповемся тебе в люди Господи воспою тебе во языцах яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя вознесися на небеса Божий по всей земле слава Твоя воздвигу охочи мои в горы отнюдь уже придет помощь моя помощь моя от Господа сотворшего неба и землю не дашь во смятение ноги твоей я ниже воздремлет храняй тебя сене воздремлет ниже уснет храня Израиля Господь сохранит тебя Господь покров твой на руку десную твою во дни солнце не ожет тебе ниже луна ночью Господь сохранит тебя от всякого зла сохранит душу твою Господь Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне до века и сподоби нас славы Бог с одержавением неопустимо смейте призывать и тебе небесного Бога Бог Царь и глагол дождь и дождь дождь и дождь живи истинно небесе рассветится имя Твое нам придется свет Твое добро и твое твое на небесе и на земле дождь и дождь и дождь и твое дождь 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...